Ребятушки, всем привет! Добро пожаловать на канал! В эфире с вами главный скуфолог ютуба Хатабыч. А это игра Альтушка для Скуфа. Не просто Альтушка для Скуфа, а с DLC, так сказать. Вот, да, вышло недавно объявление, обновление, где это, по-моему, 24 июля. В стиме добавили трех новых Альтушек, и сейчас я буду проходить... Я буду проходить прохождение Туфтология. За последнюю Альтушку, по-моему, ее Нюша, что ли, зовут. В общем, давайте смотреть. Да, понятная... А Кира, Кира. Ее назвали Кирой. Ну, привет, юноша. У-у-у, привет. Юноша, кажется, она тебя с кем-то перепутала. Она просто слепая. Какой странный у нее голос. А, тоже заметил, да? Да уж получше, чем твой. Ну, почему ты всегда все портишь? Я порчу. А голос реально, ну вот... Нет, нет, это я не тебе, прости, пожалуйста. Ладно. Так, значит, ты ищешь спутницу жизни? Интересно, на что ты будешь меня разводить? Ну, я просто хотел получить Альтушку. Альтушку? А что это значит? Ты че, угораешь, что ли, алло? Она не знает. Ну, как я понимаю, это девушка, которая ярко одевается, сочетая в своем стиле все несочетаемое. Ну, вот, вот, это ты. Будь то яркие шмотки или готический стиль. Я поняла. Это типа неформалка. Да, наверное, типа того. Вроде того. Тогда я точно Альтушка. Иначе тебя бы здесь не было, дорогая. Расскажи побольше о себе. Какие женщины тебе нравятся? Что предпочитаешь в сексе? Ты глянь, она тоже как это, как Алиса, прямо к делу. Так, погоди, погоди. Разве я не должен заполнить какие-то документы? Ну, как минимум, ввести адрес доставки Альтушки. Вот так сразу? А поговорить? Поговорить. Давай, давай поговорим. Ну, какой романтики. Ага, еще носков услуги надо с цветами тут заходить, сидеть возле монитора. Ну, ладно. Где там эта официальная инструкция? Для завершения процедуры оформления Альтушки необходимо заполнить ряд документов. Фух, какая скука. Давай лучше в ремочную сходим? Давай. Надо было сразу ее выбирать, ребят. Давай. 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 Обязательно сходим, но потом. Началось. Но сначала выбери раздел для заполнения документов. Пу-пу-пу-пу-пу. Ну, давайте, как обычно, сверху вниз. Популярные услуги. Популярные услуги. Что это такое? Ты знаешь, я и сама своего рода популярная услуга. Да. И какого рода услуги ты предоставляешь? Самые разные. Да, она гейша, наверное. Она и играет, и готовит, и на тему спорта поговорит, и о политике поговорит. А что именно тебя интересует? Да, и понятное дело, что его там интересует. А вся история. История. Да, 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 да. История. Какая именно? Современная. Сейчас чаще всего я думаю о Римской империи. Великое было государство. Это слишком давно даже для меня. Сколько же тебе лет? Я, конечно, жила при империи. Ну, почти. В смысле? Но так или иначе, я все еще могу рассказать тебе целую кучу историй. О, это нам подходит. Уверена, ты никогда в жизни не слышал ничего подобного. Да, скорее всего. Да, ну, интересно, чего она может такого рассказать, чего ты не видела? Да, действительно. Что рассказывать? Надо показывать. Ну, да. Так вот, к примеру, мой второй муж. А, че? В смысле, второй муж? Сколько тебе вообще лет? Да какая разница? Разве это имеет значение? А по голосу не слышно, что уже около 45? Ну, он вообще-то имеет. Да. Грубиян. Для меня вот важна личность человека. Ну, ну. Неужели ты судишь людей только по внешности и возрасту? Не учитывая ум, возраст, опыт, особые умения? Это какие, интересно? Какие еще особые умения? Посуди сам. Разве эти 20-летки стоят хоть что-то в постели? Весомый аргумент, однако... В лучшем случае будут фальшиво стонать, но, скорее всего, просто будут лежать бревном. Позволяя любить их. Да уж. Мне кажется, такому человеку, как ты, нужна опытная женщина, которая может такое, о чем ты и представить не мог. Например, что? А вот заполним все документы. Сука. Когда я приеду к тебе и сама все покажу. Да. Звучит неплохо. Да. Вполне. Пока. Пока что. Твоё воображение. Твоё воображение рисует крайне соблазнительную картинку. Это хрупкая девочка со страстным голосом. Со странным. Кстати, а чё у неё с голосом? Наверное, приболело. Эта девочка будоражит твоё воображение. Ещё совсем недавно ты ничего не знал о ней. А теперь всей душой желаешь вашей встречи. И пускай, что она на 2-3 года старше других, чёрт бы с ним. В конце концов, она права. Опыт в таком деле самое главное. Алло, касатик. В каких облаках ты там летаешь? Касатик. Да и 60. Ёпта. Касатик. Ты хоть на минуту. Буду говорить весь день. И ничего ты сделать не сможешь. Ааа. Ты чего? Окей. Давай не будем просто заполнять этот раздел. Если тебя он так выводит из себя. В конце концов, в нашем возрасте уже пора беречь нервы. Пипец. Уф. Да, спасибо большое. Ну и хер бы с ним, да? Земля и дом. О, земля и дом. Хороший раздел. Конечно. Ведь тебе уже нужно привыкать к земле. Нет. Да уж точно не мне. Мне к ней не привыкать. Интересно, а потом как-то вот сюжетная арка этого персонажа под названием «Внутренний голос». Она как-то раскроется? Давайте продолжим. Семьевладение и земледелие – основа второго общества. Да нет, это основа аграрного общества. А наш текущий разговор был бы просто невозможен без общества индустриального. Я бы поправил бы пост индустриального. У тебя есть земля, господин Скуф? Господин Скуф. Да не то чтобы. Есть вот эта квартира, она мне от родителей досталась еще. А земля, загородный домик, фазенда. Хотя бы небольшая дача в садоводстве. Да, нету. Нет, к сожалению, нет. Не расстраивайся. У меня есть небольшое хозяйство в пригороде. Конечно, это стандартные шесть соток, домик простенький и деревянный. Но мы недавно с... Недавно мы провели туда воду и газ. Сыну сколько лет? Тридцать. Удобства все еще на улице, но зато район хороший. Речка, сосновый бор, осенью ягоды, грибы. Весной все свесет. А зимой все в грязи замерзшее. Яблони на участке, Антоновка. Кислые, конечно. Но под варенье, а особенно под сидр... Сидр я люблю. О, сидр я люблю. Мы любим прибухнуть. А на чердаке сеновал. А дома кровати нету, что ли? Можем залезть с тобой туда и делать все, что захотим. Через окно в потолке видны звезды. Да, там... Хочешь, я покажу тебе наши областные звезды. Какие, блядь, ваши? Включая мою личную звезду. Личную звезду. Да, конечно, очень хочу. Тогда скорее давай оформим остальные разделы. Я доеду до тебя, соберем рюкзачок, сядем на первую электричку. Да мы на машине можем, у меня есть. Вау, мужик с машиной, настоящий мужик. Дашь мне порулить? Ну нахер, нет, конечно. Ты умеешь водить? Ну, скажем так, я хороша в обращении с рычагом переключения передач. Блядь, ну и нахер, лучше за руль ее не садить. Если ты понимаешь, о чем я. Да, понял я, понял я. Нет, с ней поинтереснее будет, чем со всеми. Да, улыбай пятую. Педаль, пол. Давай уже дальше, красавчик. Ай, здоровье. Ох, здоровье. Не знаю, как для тебя, а для меня это самый важный раздел. Интересно, сколько хронических заболеваний она уже себе нажила. Почему? У тебя какие-то проблемы? Ну что значит проблемы? У кого их нет в нашем возрасте? Трихомоноз, да? Все там, гонорея. В смысле, в нашем возрасте? А что не так с нашим возрастом? Ты же вроде совсем молодая. Какие у тебя могут быть проблемы? Да, да, да. Другое дело я. У меня и спина все время болит, и с желудком проблемы. О, как я тебя понимаю. То есть я хотела сказать, ничего себе. Да, 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 да. Да и тоже, по-моему, под 50, наверное. Как трудно жить после 30, 40. Сколько лет? Не важно. Не важно так, не важно. Кстати, когда ты последний раз проходил диспансеризацию? Да зачем она мне? Диспансеризация – очень важный момент в жизни каждого гражданина. Ну все, начались опять скучные бюрократические заходы. У меня один друг забил на диспансеризацию. А потом просто по лестнице поднимался и сердце не выдержало. Кошмар. А потом в подъезде пролежал, пока утром его почтальонша не нашла. Мертвого. Остеохондроз, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, суставы, катаракта, сердечная недостаточность. Это ж ему сколько лет-то? Боже мой, 75? А там недалеко и до Паркинсона или Альцгеймера? Да. Беречь здоровье надо, регулярно проявляться, вот что. Ну это ж вроде как стариковские болезни. Ну так и есть. Ничего подобного. Риски растут уже начиная со среднего возраста. Вообще-то она права. Да и вообще. Что угодно может произойти с кем угодно. Окей, но сейчас-то ты от меня что хочешь? Онлайн на государственном сайте, что я могу сделать? Как минимум записаться на диспансеризацию. Ее проходит раз в 4 года, но если ты пропустил последнюю, можешь вписаться в текущую. Хочешь, я запишу тебя прямо сейчас в районную поликлинику? Ой, господи, запиши меня лучше в санаторий, блядь. В принципе. Стоп! А откуда она знает, в каком районе ты живешь? Стоп. А откуда ты знаешь, в каком районе я живу? Я собиралась записать себя по месту прописки. Я не знаю, в каком районе на самом деле ты живешь. Могу посмотреть твой примерный адрес по IP. Но только если ты сам разрешишь. Вот, 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 вот. У нас тут с этим строго. Государственный сервис. Сам понимаешь. Да, у вас фишинговый сайт, если что. Так что, записать тебя на прием к районному терапевту Смирновой ЛА? Ближайшая дата есть послезавтра. В 14.00. Что, устроит? Ну, что нам как-нибудь, а? Согласиться или отказаться? Я попытаюсь в этом видосике сделать два варианта. Да, наверное, первый соглашусь. Вот и молодец. Поверь мне, ты не пожалеешь. Пенсии и пособия. Пенсии и пособия. Ты уверен, что тебе нужен этот раздел? Ну, это ж ты мне его предложила, Саня. Ну, да. Да, он есть в списке необходимых пунктов для заполнения документов. Но мне это очень не нравится. Давай как-нибудь его пропустим. Но ты же сказала, что пропустить его нельзя. Вроде как нельзя. Но, может быть, можно просто. Можно что-нибудь. Чё? Наверняка же можно. Да что, блядь. Хватит, сколько можно. Давай уже быстро пройдём этот раздел и забудем. Ладно. Пенсии. Что? Какой черт? Что это? Может быть, мы всё же как-нибудь обойдёмся без этого раздела. Да мне вообще плевать, если честно. Давай без него. Без него вроде бы и нельзя. Ну, если бы ты знал, как я его ненавижу. Почему? Почему, да. Есть разные причины. Ладно, забей. Просто нажми на эту кнопку. Давай. Да ты, ёб, твою мать! Да сколько можно, а? Она издевается. Прекрати. Дай мне уже нажать на кнопку. Прости, пожалуйста, со мной что-то не то сегодня. Вот, пожалуйста. Да, ты затрахала, блядь. Глянь, как хватит. Чё творит, а? Реально бегает от мышки. Послушай-ка меня. Нет, это уж ты послушай. Иногда девушка не может делать всё, что ты хочешь. Сдалась тебе эта кнопка. Почему ты не можешь просто забить? Так дайте мне другой вариант, уважаемые разработчики. Пойти мне навстречу хоть раз. Хоть раз, блядь. Я тебя первый раз вижу вообще, блядь. Навстречу хоть раз. Да мне вообще плевать на эту кнопку. Это ты мне сама навязала этот раздел. Я просто хочу получить свою... Дайте мне альташку. Да как ты смеешь с приличной девушкой подобном тоне разговаривать? Хам! Пиздец. Алло! Охрененно! Игра выключилась. Зашибись. Ладно. Ладно. Сейчас переиграем. Да-да, не удивляйтесь. Так, а где кнопка? О! О! Вот как? Вот так вот, да, значит? Вот оно что. Я думал, надо будет заново всё переигрывать. Какая кнопка? Сука какая. Ну, про пенсион. Не понимаю, о чём ты. Дурочка, ты не прикидывайся, подруга. Ладно, пофиг. И ты так и спустишь всё на тормозах? Да посмотрим, что можно сделать вообще. Тут же что-то явно нечисто. Там тут со всеми шестью нечисто. Давай просто забьём, ладно? Семья. Семья. Нельзя отворачиваться от семьи, даже если она отвернулась от тебя. Джеймс Тетхам. Где-то я это уже слышал. У тебя есть семья, Скуф? Есть, то есть была. Так есть или была? Была. Сейчас, грубо говоря, уже никого не осталось. Что с ним случилось? Родители умерли с разницей в год. Сначала мама долго болела. А когда её не стало, папа зачах буквально за год. Не хотел жить без неё. И это вся твоя семья? Неужели у тебя никогда не было любимой женщины? Была. И где она сейчас? Я... Я не... Можно мы не будем об этом говорить? Да. Давайте не будем. Я, кажется, всё ещё не готов. Ладно, как скажешь. Если это тебе причиняет боль, я не буду давить. Спасибо. По-настоящему семью начинаешь ценить, только когда кто-то уходит навсегда. Из твоей или своей жизни. Я тоже недавно потеряла близкого человека. В том числе и поэтому я сейчас здесь разговариваю с тобой. Пока мы непринуждённо болтаем, я забываю о реальности. Кто бы мог подумать? Интернет. Да, сеть такая большая, но мы всё равно чувствуем себя в ней одинокими. Знаешь, я рад, что выбрал именно тебя. Я не ожидал, что малолетка-неформалка будет такой умной. Да, это аватар всего лишь, дурак. И что мы найдём общие темы. И общие травмы. И общие травмы. Я рада, если смогла хоть немного тебе помочь. Ведь я тоже слишком хорошо понимаю, что такое одиночество. А какая тема была у раздела? Не помню, кажется, семья. Да, семья. Да. Ну что, как думаешь, можно считать, что мы заполнили этот раздел? Разве что заполнили его своей болью и горем. Думаю, это тоже считается. И то верно. Ну что? Ну что? Что? Что, блядь? Да, что? А что? Кажется, мы закончили. Закончили. Точно? Ты уверена? И теперь ты можешь получить свою альтушку. Ой, ну так наконец-то. Это так просто? Да. Ну ты же хотел, чтобы было просто. Верно? Ну да. А кто-то хочет, чтобы было сложно. Но как-то это... Подозрительно. Подозрительно просто. Да. Есть такое. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Верно? Да, все верно. Ты кто, блядь? Интересно. Тоже сейчас будешь деньги выманивать? Но иногда, иногда бесплатный сыр, это просто бесплатный сыр. О, какая она сумасшедшая стала. Бесплатно? Значит, бесплатит. Так что, пришли в свой актуальный адрес, я приеду. Не знаю, что у нас с тобой может получиться. Но знаешь, я в душе авантюристка. Приеду, а там уже будем распираться. Если мы друг другу понравимся. Но я не из тех, кто ждет третьего свидания. Если ты меня понимаешь. Понимаю. Так, в смысле, если понравимся. Я же должен просто получить альтушку бесплатно. Какая мне разница, понравлюсь я тебе или нет. Главное, чтобы ты мне понравилась. И мне. Сука. Фу, грубиян. Теперь я понимаю, почему ты сидишь на этом сайте. Кажется, мама совершенно не научила себя хорошим манерам. Но знаешь что? Я думаю, что сама справлюсь с этим. Так что? Черканешь адресок? Зачем ей нужен твой адрес? Повестку прислать? Я не знаю там что. Это же эти, как уж. Персональные данные. Вдруг она это. Пранкерша. И будет тебе постоянно пищу заказывать. Будет заказывать? Съем. Но ты, пожалуй, прав. Знаю я, что бывает, когда даешь адрес какой-нибудь малознакомой леди. Больше я на такое не попадусь. Да, 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 да. Или попадешься. Да попадусь надо. Не сбивай меня. Так что ты решил? Да, Юка. Даешь мне адрес? Да, да. Продолжаем с тобой. Сейчас посмотрим, что будет. Романтическую линию. Или можешь вернуться и выбрать себе послушную дурочку. Да, уже выбирали. Вместо роскошной богемной львицы. Ух ты, да что ты. Что ты выбираешь? Будь внимателен. Другого шанса у тебя не будет. Ну, да, наверное. А, вот оно что, да? Ну, давайте сначала вот так вот. Спасибо. Пожалуйста. Наконец-то я смогу поехать хоть куда-нибудь. Хотя нет. Не куда-нибудь, а к мужчине. Ах, если бы ты знал, как я соскучилась по мужскому вниманию. Это когда заходишь на свинг BDSM форум, а там у какой-нибудь женщины написано в профиле. В сексе нравится разное. Да, ну смотри, какая опытная. Реально опытная. Так вот, это женщина я. Хера, блядь. Очень приятно познакомиться. И я очень соскучилась по-разному. Убалдеть. Окей. Ну что, я выезжаю к тебе? Да, блядь, да. Да. Что так, все просто так, действительно просто все. Да ну, ребят, как-то быть, а такого не может. Нет, я так не могу, прости. Ну вот, 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 естественно, естественно, так просто быть не может. Что? Что такое? Похоже, она дает заднюю. А я-то уж надеялся, что заднюю. Я не могу тебя обманывать. Давай, рассказывай, что с тобой не так. Вся эта история с альтушками была с самого начала нечестной. Да мы в курсе. Я не понимаю. Понимаешь, я не та, за кого себя выдаю. Да я уже понял давно. Как это возможно? Я думал, что это просто сервис знакомств? Симулятор свиданий? Что-то в этом роде? Или это вообще просто компьютерная программа? Тогда как ты вообще можешь ко мне приехать? И уж тем более, как можешь выдавать себя за кого-то другого? Что за бред? Ты не понимаешь. Ну так расскажи. Да уж, куда ему? Не все так просто. Ну рассказывай. И история с этими альтушками очень запутанная. Угу. Часть из них просто рабочие алгоритмы. За некоторыми скрываются реальные люди. Каждый из которых преследует свою цель. Какую? Не могу сказать точно. Просто потому что не знаю. Запомни главное. Алиса всегда врет. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе. Да с Алисой мы уже общались. Кстати, кто не смотрел прохождение за Алису, ребята, обязательно посмотрите. Ссылка на плейлист будет в описании. Да что ты говоришь? Почему я должен тебе верить? Пока что у нас только твое слово против ее слова. Безусловно, ты прав. Алиса – это страшный человек. Она больная на голову. И она не остановится ни перед чем, чтобы удовлетворить свои безумные фантазии. Просто поверь. Я не знаю точно, кто скрывается за этим именем и образом. Но знаю точно, что это очень плохой человек. Я тебе не верю. Может быть, ты просто скамер? Или вредоносная программа? Откуда мне знать? Прошу тебя, поверь мне. Я не стыдно, что я притворялась. На самом деле я не выгляжу вот так. Ну, а как ты выглядишь? Я немного... Ладно, значительно старше, чем ты мог подумать. Дело в том, я была близко знакома с человеком, который создал альтушек. Ой, надо же. Как интересно. И всю систему скув-услуг. И конкретно этот проект по государственному заказу. Так получилось, что он в некотором роде оставил мне их в наследство. О-о-о, вот оно что. Ну, не совсем их доступ в систему. Я смогла обрести новую виртуальную жизнь. Мне просто хотелось найти нового спутника жизни. И было так одиноко. Я создала образ этой альтушки. Женщина-кошка, да? Мужики ведутся на красивую картинку. Я надеюсь, что смогу найти таким образом родственную душу. Но проще найти жену у нас, Ати, с эскортницами. Черцеть своего принца на белом коне на скув-услугах. Даст. Ну, знаешь, я тут подумала, что нужно просто умерить амбиции. Как говорится, лучше синиться в руке. Может, у нас что-то и получится. Не знаю, если у нас общие интересы. Да и ты обо мне ничего не знаешь. Но, пожалуй, я за живое общение. Если я тебе не понравлюсь, это, конечно, будет обидно. Но что ж поделать. Это жизнь. Она полна взлетов и падений. Но важно подниматься и идти дальше, верно? Так что я приеду. Надеюсь, ты не против. Вот это поворот. Это не алгоритм какой-то, не искусственный интеллект. Прям как же она выглядит, а? Да уж, ситуация. Как думаешь, поверим ей? Давай поверим. Можно попробовать. Что мы можем потерять? А ну, как минимум здоровья. Деньги и нервы. Как максимум все. Ты драматизируешь. А ты дурачок. Это точно. Черт с ним. Иду ва-банк. Все на зеро. Это, кажется, другая ветка. Да-да-да. А я не могу отказаться от твоего приезда? Нет, я же говорила на прошлом поворотном моменте, что выбор изменить будет нельзя. А, да, точно. Тогда ладно. Все, короче, пофиг. Приезжай. Хорошо. Надеюсь, ты не пожалеешь. Как говорится, бри... Бороду и ноги я уже в дороге. Да ладно. Да быть такого не может. Когда Кира приехала к Скуфу, то сказать, что он удивлен, значит, было ничего не сказать. Да. Она оказалась несколько старше, чем он представлял. Значительно старше. Однако, пораскинув мозгами и перекинувшись с Кирой пару слов, А Скуф понял, что она человек широкой души, добрая, умная женщина, с которой он может спокойно провести много лет. Кира же, в свою очередь, приняла Скуфа таким, какой он есть. Со всеми его недостатками, хотя и пыталась изменить его к лучшему, но в меру своих сил. Они поклялись друг с другом, что будут вместе. То есть, по правде сказать, не так уж и долго. Но тем не менее, думайте, это неправда? Ну да. Вы ошибаетесь. Всего там залип опять за своим компуктером. Сколько ей лет на самом деле? Ёб твою, вот это да. Руки мои, быстро иди есть. Борщ стынет. Обалдеть. Да, дорогая, прости, пожалуйста. Да. Уже иду. Да не может быть. Что такое? Да не может быть. Прям хэппи-энд какой-то. Обалдеть. Прям хэппи-энд. Ребята, спасибо за внимание, что посмотрели, поставили лайки. Пишите что-нибудь в комментарии. Я буду с вами прощаться. С вами был Скуфолог Коттабыч. Всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.